И обо всем по порядку. Кайрат Килимбетов возвращается. Бывший глава Национального банка вошел в состав Совета директоров Единого накопительного пенсионного фонда. Эта новость стала полной неожиданностью для казахстанцев. Ведь меньше месяца назад Национальный банк выставил его крайним в неэффективном вложении пенсионных накоплений в прогоревший банк Азербайджана. Судьба 250 миллионов долларов до сих пор неясна. Как эксперты объясняют столь неожиданное перемещение и какие решения теперь сможет принимать Килимбетов, расскажет Нургали Карабаев. ЕНПФ снова в центре внимания. Новым членом Совета директоров фонда стал управляющий международным финансовым центром Астана Кайрат Килимбетов, больше известный казахстанцам как бывший глава Национального банка. Это назначение удивило многих, ведь именно при его руководстве Нацбанк вложил почти 72 миллиарда тенге пенсионных денег в прогоревший Международный банк Азербайджана. Совет директоров определяет все, определяет стратегию, определяет основные глобальные цели организации и так далее. Как правило, в Совет директоров входят доверенные люди, акционеры, в данном случае представляющие государство. Еще одна фигура, которая привлекает внимание, это председатель Совета директоров ЕНПФ Дина Галиева по совместительству замглавы Нацбанка. И здесь нужно отметить, что она была заместителем и у Килимбетова, то есть работала в том самом Нацбанке, который не предпринял усилий по спасению пенсионных денег. Политолог Досимсадпай видит несколько причин в столь неожиданном назначении Килимбетова. Возможно, пытаются, с одной стороны, перевесить ответственность на Килимбетова, то есть назначить его сейчас в Совет директоров для того, чтобы он почистил, опять же, эти все авгивы и конюшни и нес ответственность за те принятые решения, которые были когда-то при нем. Во-вторых, возникает такое ощущение, что, скорее всего, кто-то хочет столкнуть лбами нынешнего председателя Нацбанка Акишева и Килимбетова. И несмотря на эти перестановки, доверие действующая пенсионная система экспертам не внушает. По-прежнему нет ответа на вопрос, кто должен нести ответственность за решение по неэффективным вложениям ЕНПФ. Надо сказать, что вложиться в Азербайджанский банк решил и другой, бывший глава Нацбанка Григорий Марченко. Правда, в отличие от ЕНПФ, он инвестировал личные деньги и в другой финансовый институт. Нургалик Арабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова